Джордж Баррес родился в пригороде Вашингтона. Его отец с Филиппин, мать украинка. Родители Джорджа, объединившись с другими семьями, обучали своих детей дома. Дистанционно. Именно через эту сеть они узнали о возможности для Джорджа попасть на практику в Конгресс. Джордж всегда интересовался политикой, историей и госуправлением. 16-летнего подростка принят на практику в офис конгрессмена Стива Стокмана. Раз в неделю он делал самые простые задания. Отвечал на звонки избирателей, проводил экскурсии для туристов по зданию Конгресса. Все изменилось после того, как начались события на Майдане. Когда начался Майдан, конечно, я не отрывалась от новостей в интернете. Переживала и постоянно спрашивала, почему никто ничего не делает. Конгрессмен Стокман, у которого проходил практику Джордж, возглавлял в то время под комитет по делам Европы и Евразии палаты представителей Конгресса. У него в штате никого не было, кто бы знал русский или украинский язык. Глубоко понимал регион. Работники офиса сказали конгрессмену, у нас тут есть парень, он наполовину украинец. А он говорит, ого, у нас есть украинец, познакомьте меня с ним. Так Джордж, который владеет русским и начал изучать украинский, начал работать пять дней в неделю и ежедневно предоставлять отчет конгрессмены о событиях в Украине. Во время президентских выборов 2014 года Стив Стокман побывал в Украине, и эта поездка убедила конгрессмена в том, что стране нужна помощь. Он был на Майдане, встречался с солдатами, простыми людьми, вернулся в Вашингтон и говорит, Джордж, я убежден, что нам надо сделать больше, чтобы помочь народу Украины защитить свою территориальную целостность, право самим определять свое будущее и демократию. Мы вместе с конгрессменом Стокманом разработали план проведения через Конгресс законопроекта предоставления Украине летальных вооружений. Сам законопроект о поддержке свободы в Украине был подготовлен в офисах сенаторов Роберта Менендеса и Боба Коркера. Чтобы добиться поддержки Украины, в Конгресс начали приходить представители украинской диаспоры. Мы их учили, как быть народными лоббистами. Мы определяли, какие конгрессмены были ключевыми для принятия этого законопроекта и отправляли к ним активистов. У нас была многоуровневая стратегия продвижения законопроекта. Украинка Ирина Верити активно участвовала в этой деятельности. Он организовал такие мини-семинары для людей. Что говорить, чего лучше не говорить. Как объяснить сенатору, конгрессмену, на что мы рассчитываем. Ирина, как почти все остальные, не догадывалась, насколько молод был Джордж. Я всегда все делал, чтобы выглядеть старше. Специально так одевался, себя вел. Ну и старался всегда быть профессиональным. И это сработало. В декабре 2014 года закон о поддержке свободы в Украине был принят обоими палатами Конгресса и подписан президентом Обамой. Родители Джорджа очень гордятся, что их сын непосредственно участвовал в его продвижении. Когда ваш ребенок чувствует, что происходит несправедливость, и ему хватает ума не только об этом говорить и жаловаться, но и очень методично с этим бороться, я очень, очень им горжусь. Сегодня Джордж Баррес – студент престижного университета колледж Вильяма и Мэри в Вирджинии, где он изучает международные отношения и политологию. Поддержка Украины в Вашингтоне, говорит он, это совокупность усилий многих людей. Сам он счастлив, что ему в таком юном возрасте выпал шанс стать не только свидетелем истории, но и ее участником. Татьяна Ворожкова, Константин Голубчик. Настоящее время. Америка.